Вот проспект 60-летия октября. Левый поворотник, ключи, зеркало. Почему ключи? Потому что здесь конец полосы. Подъезжаю к контуру, да, со стороны северного, со стороны центра города. У нас правая полоса, она кончается. Конец полосы, и поэтому у нас такой косячок. Смотрим, автобус уходит на свою посадочную полосу для высадки посадки замерзших пассажиров. А мы с тобой выбираем место для остановки. Так, сейчас. Главное, чтобы не завтра. Ну, быстро сюда выкрутил. Ну, ладно, поехали дальше. Здесь мне не интересно. Здесь можно. Ты его поворотник укажи. Давай, давай, газуй, газуй, газуй. На меня крути руку. Вот видишь, какая твоя ошибка в том, что ты выкрутила очень много руля. Влево. Потом пришлось много его вправо. Это вообще называется залет студент. Косяк. Это расстрел. Можешь. На крылью проезжей части. Ну, давай разберем эту ситуацию. Где можно останавливаться? На крылью проезжей части, чтобы было пересекаемое. А, просто остановиться. Ты не успела задать сама вопрос, уже ответила, да? Да. Давай выберем место для остановки за регулируемым перекрестком. Это что мы должны сделать, значит? Так, проезжаем светофор. Светофор или перекресток? Перекресток. Ты давай ко мне тут термины. Ну, значит, пока ты не паришься, ты увидела вон светофор и перекресток, да? Да. Все, едем. Ты должна их поехать. Так, смотрим автобусы. Один стоит или поехал. Знаешь, что самое обидное? Он включил поворотник. Он включил, когда уже начал движение. Ну, обидно в другое. Ты резко останавливаешься. Да то, что ты не сдала бы это, это беды. Так, смотрите, я сейчас включаю поворотник. Съезжаю на обочину, да? Нет. Почему? Потому что съеду. Куда ты, куда ты, радость моя? Нет, ты вообще, что-то знает, куда выехала. Крути рулю влево. Тут нет обочины. Крути влево, бегом. Пока там красный горел. Поехали. Крути на меня уже руль. На меня крути. Вот. Солнце мое. Теперь смотри, бордюр на какого хрена здесь его установили? Вот я у бордюра паркуюсь. У бордюра, край проезжей части. Конечно. Давай, останавливайся. Включила поворотник, посмотрела в зеркало заднего вида, чтобы к нам никто не прилетел и не сказал добрый вечер или добрый день. Все, стоим. Парковка. Бордюр ты видишь, да? Он даже, хотя уже затертый такой, но он здесь имеет место быть. Все. Все, то бишь ты через бордюр на газон заехала вообще. Надо было пешеходному там, я не знаю, жалких людишек подавить, наверное. Поехали. Я правильно сделаю? Сейчас, да. В смысле остановился и не понимаешь, что ты сделала правильно или нет? Нет, я не понимаю. Ну, тогда стоим дальше. Парковку поставь. Здесь можно останавливаться? Здесь можно. Почему? Ну, потому что край проезжей части, и здесь у нас несколько полос. Несколько, в данном случае две полосы. Две полосы. Соответственно, можно? Можно. Знаков не было? Нет, значит можно. Прережная линия. Вот, поехали. Нас объезжают, да? Оперезжают и не уезжают на сплошную линию разметки. Чего ты туда молишься в зеркало? Вот скажи мне, кого ты ждешь? Левый ворот не включил, а скорость включила. Не надо никого ждать, ты на проезжей части стоишь. И вы, товарищи, кто будет смотреть тоже, нехрен стоять и смотреть по зеркалам. Вы, блядь, находитесь в крайней правой полосе на дороге. Это вот на экзамене постоянно тупят. Вот честно. Вот как ни учи, они здесь остановились и поехали. Ну, в смысле, ждут пока все проедут. Мы же не с обочины выезжаем. Выбирай место для остановки и остановись. Что? Ну да, в принципе можно. Ну давай останавливайся. Сейчас можно. Теперь, во-первых, посмотри налево. Посмотри налево, да? Почему они горят? Почему горят? Я аварийку включил. Парковку поставь. Во-первых, теперь мне скажи, радость моя. Тебя заставить бежать, знаки смотреть? Или на слово мне поверишь? А, там этот крестик был? Там этот крестик, да. Что делать? Муравью приделать, да? Поехали. Нет, конечно. Почему я аварийку включил? Выключи. Вот сюда нажми, она выключается. Левый поворотник, ключи, начиная движение. Потихонечку. Да не кручилай руль, поехали. На дорогу смотри. Смотрю. Все, поехала. Ты на дороге. Все. Да не надо было вот так резко рулем дергать. И этот знак крести как называется? Остановка и стоянка запрещены. Учим материальную часть. Ясно? В следующий раз придешь, буду строго спрашивать. Я просто не замечаю. Ну еще я не замечаю. Или замечаю просто не замечаю. Ты скажи, королева, нет? Ну вот вообще, по жизни королева. Ну если ты королева, то можно ничего не замечать. Конечно, можно людишек жалких не замечать. По тротуарам ездить. Только запомни, это же машина у нас не какая-нибудь за 10 миллионов, да? А обычное корейское ведро российской сборки с китайскими запчастями, понимаешь? Вот. Еще и учебное. Это не значит, что можно нарушать. Ну и на крутой тоже нет. На крутой? Нет, я же говорю, если ты королева и на крутой, по-моему, тебе все можно. Но сейчас же тебе можно не замечать знаки. Нет, я заметила просто. И до куда этот знак действовал? До перекрестка. До перекрестка, правильно. Только там был сзади перекресток нерегулируемый. Хотя там есть тоже светофор такой же пешеходный, как и на Сингапуре. Все думают, что это регулируемые пересечения. Нет. Это не перекресток. И вот даже сейчас люди слева от Сингапура должны стоять на красной. Вот они выезжают, уже не видно. В нашу сторону, вот они выезжали, в сторону Северного, им горит красный. Они должны пропустить пешехода и дальше стоять, пока не загорится зеленый. Это же не перекресток. Поняла? Да. Поехали. Разгоняй автомобиль. Левый поворотник ключи, но больше ничего не делай. Ключи поворотник. Теперь смотрим в зеркало. А теперь поехала. Не смотри уже в зеркало, ты уже вышла на полосу, смотри вперед, лишь бы эта машина не остановилась. Опять же, вот тоже пешеходный переход. Ты посмотри на спидометр, с такой скоростью мы несем, чем все. 60. Точно? 60 с копейками? 60 сейчас. Превышение скорости? Это 5 баллов с копейками. Левый поворотник, включай. Мы с тобой еще здесь не ездили, да? Но это у нас маршрут. Вот, перестроилась. Все, выключила поворотник. Двигаемся. Вот, как на Комсомольск, видишь указатель? Да. Притормаживай, притормаживай. Мы по этой полосе, отпусти тормоза, не гуляем, рулем работаем, чтобы я его не держал тебя. А теперь знаешь, что мне хочется? Перестроиться полностью в правый ряд и уехать туда, на Комсомольск. Право поворотник. Вверху движение по полосам мы видим, да? Нам, чтобы на правое уехать, что нужно сделать? Поехали на зятька, пропускает зеркало, правое смотри. Раз. Дальше. Смотрим. Дяденька, пропусти нас, пожалуйста. Вот, все. Все, пропустил. Притормаживай. Сразу смотри, пешеходную зону. Пешеходов нет? Нет. Нет, слава богу, им повезло. Поехали дальше. Вот, мы сейчас выезжаем. Тихо. Мы выезжаем сейчас на улицу. Какая-то улица. Восточное шоссе. А это? Да, это где-то в Хабаровске. Это восточное шоссе. Смотри, знак какой. Так, сорок. Сорок. Ну, мы больше и не двигаемся. Разве с тобой? Наша задача с тобой на регулируемом перекрестке на следующем пересечении промышленно и восточного шоссе повернуть налево. Соответственно, нам уже нужно пытаться перестроиться в левый ряд. Но это будем делать за светофором, потому что перед светофором здесь сплошная линия разметки. Поехала, поехала, поехала. Левый поворотничек включила. Включила. Зеркало посмотрела. Зеркало, газануло. Раз. Можно сразу поехать. Вот так можно. Выключила поворотник. Движение по полосам сверху, видишь? Да расслабь ты руки. Схватилась за руку. Лучше, да. Да. Только ты в зеркало не посмотрела. Нужно смотреть. Ну, что здесь развернуться? Какое развернуться? Я здесь сам боюсь разворачиваться. Повернуть налево, говорю. На улице промышленно. Здесь, конечно, нет. Можно развернуться? Ну, не надо. Да мы с тобой какой раз в город выехали-то? По-человечески можно сказать первый раз. Ну, то, что мы от аэропорта до большой ездили и обратно, это, как говорится, мы знакомились вообще с управлением автомобиля и на дороге, и смотрели, как другие едут. А сейчас мы уже начинаем, в принципе, практические занятия. Не, ну ты, если хочешь развернуться, если ты специалист уже, ну давай. Только я выйду. Смотри, стой, 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 либо за зебру, либо перед стоп-линией стоим. Видишь, человек выехал, и за его... нам нет места за зеброй. Да. Все, мы стоим. Мы должны стоять на его месте. Вот справа сейчас джип, он грубо нарушает, он вообще не выехал на перекресток. А почему они сюда ко мне не перестроились? А тут две полосы можно поворот налево. Ты можешь высовываться. Высовываемся. Видишь, он начинает отъезжать. И мы тогда сейчас с тобой попали на перекресток. Не спеши за ним. Не спешу за ним. Смотри, светофор замигал. Можешь ехать, поехала. Не бойся. Только газу, газу, газу не бойся. Мы сейчас закончим свой манер. Кто справа едет, тот должен нас пропускать, потому что у них конец полосы. Вот знак стоит сверху. Вот стоит знак, опять же, тут бегуны, да, тут аккуратненько. 40 километров, 300 метров. 300 метров. Я тебя учил, как замерять 300 метров? Нет, потом научу. Держимся за руль. По спидометру там, вот уже 100 метров проехали. Вот, видишь, сейчас единичка. Сейчас двоечка будет и троечка. Мы просто на нулике увидели, но это я тебе потом описал. А вообще, для всех тех, кто будет смотреть, 300 метров здесь кончается. Вот, обратите внимание, слева два столба. Вот, где сейчас синий грузовик едет какой-то. Вот, вот прямо на этом месте, вот где Armatrade, да, вот тут 300 метров кончается. И от этого же в ту сторону тоже стоит такой знак 300 метров. Так, давай здесь выберем место для остановки и остановимся. Ну, здесь, наверное, не надо, потому что... Так, почему на проспекте надо и можно, а здесь не нужно? Давай рассуждать логически. Здесь двойная сплошная, нет разметки. О, ты больше никому не говори. Правда, нас весь Хабаровск уже посмотрит. Ну, ты об этом никому не говори. Причем тут линия разметки. Мы зрительно определяем две полосы, да? Обочина присутствует? Есть. Ну, так в чем проблема? Конечно. Включила поворотник. Аккуратненько на обочину съехала, потому что ты же не знаешь, что такое обочина. Гравийка, скоро гололеты, ямы, лужи и тому подобное. Так что аккуратненько спустились. Машину оставляем так, чтобы ты в зеркало видела проезжую часть. Перпендикулярно, параллельно этой, да? Все, поехали. Сейчас. Рулем не болтаем. Поставила руль прямо. Начинай движение. И чувствуй, как... Вот. На дорогу уже смотри. Вот. Видишь, рулем практически не двигали. Не заворачивали заблаговременно его там... Шею как будто крутим. Тричь так кругом. Давай выберем место для остановки. Не используя автобусные карманы. Сейчас. Что мы сделаем? Ну, во-первых, по поселению дороги едем. Включи правый поворотник. Сейчас можем. Только не напротив выезда. Видишь, слева выезд? Напротив него не надо. Выключи поворотник. И здесь тоже выезд. Теперь включай поворотник. В зеркало посмотри, чтобы нам привет не передали, да? Чтобы резких движений мы с тобой не делали. В зеркальце правое смотри. Ты видишь... Правое. Ты видишь правое зеркало бордюр. Видишь? Да. И наш бок автомобиля. И ты видишь примерно, на каком расстоянии мы стоим. Все. Включила парковку, да? Поставила ручник. Ну, желательно ручник, потом парковка. Все. Ты в зеркало видишь нас проезжает. Они на сплошную линию заезжают? Нет. Ну, нет и нет. Поехали. Соответственно, здесь можно остановиться, да? Поехали. Да. А машина-то не едет. На спидометр посмотрите. Тихо, тихо. Не газуй ногу с тормоза. Убери. Что такое? Все, все. Что ты не сделала? Ручник не сняла. Ручник не сняла. Стояночный тормоз. Поехали ты на проезжей часе находишься. Вот. Все, на дорогу смотрим. Выключила. Ты не ударила. Что происходит? Ну, остановился. Выбирай место для остановки и остановись. Сейчас приеду. Поворот. Так, нет. Остановить куда-то нельзя. Ну, на остановке можно, в принципе. Ну, для высадки. Ты в бордюр сейчас не въедете, аккуратненько. Поехали. Да кого ты боишься? Там друг другу сигналят два идиота. А что ты боишься-то? Во-первых, там знак стояла, остановка запрещена. Поэтому я тебе не стал заставлять останавливаться. Просто немножко обидно стало, что ты не увидела. Так, во-первых, ты не теряйся. Давай-ка в правую полосу ушла. А то ты и в меня в напряжении идут. И всех, да, тут водителей. И зрители еще подумают, скажут, да ну нафиг, не пойду я к нему учиться. Хотя зря. Идите ко мне учиться, я вам даже сделаю скидку. Больше, чем в любая автошкола. Вот если бы ты сразу ко мне пришла, я бы тебе нормальную скидку сделала. Я могу. Ты же королева. Я король. А, я как тебе сказал? Царь, да, моя фамилия? Царь. Царь, да, я царь. Это улица Промышленная, запомни. И это потом, если ты мне вдруг скажешь, а мы здесь не ездили, я покажу тебе это видео. Нет, какой-то акт не забыл. Какой ты знак сейчас видишь? Стоянка запрещена на протяжении 100 метров. Вот молодец, ты единственная, кто сообразила мне сказать на протяжении 100 метров. То есть, видишь, 18.2, да, это спидометр. Когда будет 3, можешь остановиться. Ну, ты же не знаешь, когда будет 3, значит, ты еще прибавляешь 100 метров. Когда будет 4, можешь остановиться. Но мы останавливаться не будем. Давай в правый ряд уйди опять. Где поворотник у нас? Мы выключили. Ты же уже не останавливаешься. Во-первых, смотри, мы ушли какого-то хрена в левый ряд. И вернулись какого-то, какого же, в правый ряд. Два раза поворотник не включили. 3 балла и 3 балла. До свидания. И как бы ты ни научилась бы управлять классно, управлять транспортным средством, не сдал об экзамен. Пешеходный переход, видишь, отпусти тормоза. Резко не тормози. Поехали. Просто аккуратненько всегда. Видишь, знак пешеходов. Всегда притормози. Мало ли кто-нибудь запоздал и бежит. Дай, тебе вон машину понаставили. Отпусти тормоза, не бойся. Не бойся, не бойся, сказал. Ну и что, ударил бы, я бы в Таиланд бы хоть бы съездил. А то денег нет, а так бахай, денежку бы страховка выплатила. Право поворотник. Понимаешь, если ты будешь каждого действия, да, я понимаю, что он так летел, но вот я как водитель, я увидел, что он меня видит. Он на нас смотрел. И он понимал, что мы не остановимся. Он же видит букву У. Вот. А ты учись определять манеру людей. Вот и все. Мы проехали. Постей весь маршрут в этом районе.